Есть что помнить, есть за что сражаться. После длительного перерыва в Иванове прошел третий межрегиональный фестиваль боевых искусств. Соревнования посвящены памяти сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга. Мероприятие, которое направлено на поддержание памяти, воспитание молодежи в духе патриотизма, спорта, потому что данные маленькие и юноши, и дети являются будущими защитниками нашей Родины, вырастут честными, сильными и патриотичными. Фестиваль организовали федерации контактных видов единоборств. На состязание съехалось более 300 участников из разных регионов страны. Поединки проводили одновременно на трех татами. Представлены виды спорта панкаратион, кёксинкай и все стилевое каратэ. Возраст участников от 6 до 15 лет. То есть представлены города Ивановской области, Кострома, Нижний Новгород и Рязань. Наиболее приближенное к реалиям боя искусство панкаратион – это возрожденный древний олимпийский вид единоборства. С каждым годом обучиться этому искусству приходит все больше спортсменов. Поскольку панкаратион – спорт жесткий, на татами сразу двое судей на случай нарушения правил безопасности. Вид спорта смешанный. В него входят и разделы из каратэ, из бокса, из борьбы. То есть вид спорта включает все разделы практически всех единоборств. Стараемся не допускать травматизма, чтобы и на усмотрение судей. Судьи принимают решение, если они даже видят, что ребенок там заплакал или что-то, останавливают поединок. Как рассказывают сами участники, единоборство и спорт – это сфера, где соблюдают правила и уважают противника, независимо от того, на чьей стороне победа. Эти ребята, так же, как и погибшие при исполнении силовики, учатся защищать себя, своих близких и родину. Это каратэ боевая искусство, значит, за то, чтобы защитить себя в вороне, нанести удар врагу, отдать отпор. Там все мучают, и зацепление, и ударом, и как защитить себя. Ребята, которые в этот день показывали высокие результаты, получили памятные подарки, медали и кубки. Но все участники знают – в этот день победа не главное. Главное – память. Мария Попова, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.